Ну что, поздравляю с победой. Победное шествие наших команд продолжается, пока выиграем все. Выливая победа. Наверное, практически все понравилось, кроме, наверное, минут 15 первых. Да нет, наверное, все понравилось. И я рад, что мы продолжаем это победное шествие. Девочки сегодня молодцы. И тяжелый был первый тайм. И первые 15 минут, начиная с разминки, мы поняли, что будет крайне тяжело. В таких погодных условиях играть – это ад. Это ад. И хорошо, что разрешили два водопоя. Это как-то бьет и дробит игру. И девочки могут умыться, чуть-чуть восстановить силы и хоть попить водички. Потому что играть такой в 35 на солнце было крайне тяжело. Поэтому первый тайм и второй, он разделялся, знаете, от заката и до рассвета. Поэтому тяжело было в первом. Во втором чуть попроще уже какой-то футбол такой более структурный, конструктивный был. Всех игроков, запасных, кроме вратаря, использовали. По-моему, это никак не сказалось на качестве игры, не просело. Или, может, расскажете, что еще кого-то хотели использовать? Да я, в принципе, считаю, что, знаете, мы сборная команда страны. Сюда приезжают лучшие футболисты. И мы каждому доверяем. Мы выпускаем футболистов на усиление. И я рад, что сегодня так получилось. Каждый футболист, который сегодня вышел, он дополнил командную игру и помог команде выиграть. И внес свой вклад в этот успех. Поэтому мы довольны каждым футболистом сегодня на футбольном поле. И в следующий матч точно будет ротация. Мы будем использовать других футболистов и готовиться к второму матчу. Соперник, понятно, что такой не самый обычный. Была ли информация по нему? Или от себя чисто строили игру? Как это было? Нет, но благо соперник играет в официальных играх. И, да, подготовка идет. Поэтому мы смотрели. Два их последних матча смотрели, анализировали. Вообще, в целом, наверное, просмотрели четыре матча. Но такие самые информативные. Ну и были два последних. Поэтому, в принципе, понимали, во что они играют. Но сказать так, что в первом тайме мы навязали им свою игру и готовы были к их построению. Нет, мы не готовы были. Хотели выше накрывать, но просто физическое функциональное состояние при таких климатических условиях просто не позволило нам реализовать тот план. Но в втором тайме уже было попроще. И взяли мяч под контроль. И создавали хорошие моменты. Да, конечно же, наш вратарь нас спас несколько раз. Но на то и есть вратарь, чтобы он нас спасал. Но впереди забили. Четыре. Молодцы. Девочки хорошо использовали моменты. Могли еще, но, наверное, сейчас будет неправильно говорить о том, что мы должны были выигрывать больше. Нет, 4-1. Я считаю, что вполне заслуженный результат. И соперник был тяжелый. Нам было сегодня очень непросто. Ну и последний вопрос. Уже несколько раз сказали про погоду. Играла сейчас первая команда. Ну, вторая будет играть. Ему уже полегче будет, естественно. Первая играла в жару. Тренировки были в жару. Как команда с этим справляется? Что вы делаете для того, чтобы они справлялись? Ну, вы, наверное, знаете, вы живете с нами. Поэтому так чуть раскроем всем остальным, да, кто так издалека следит за нами, по соцсетям и по сайту. Очень тяжело. Условия просто, ну, вообще какие-то необычные для нас. Очень душно, безумно жарко. На солнце невозможно выходить там до 6-7 вечера. И когда тренировки стоят в 4, там, в начале 5-го, ну, это просто ад. Мы тренируемся 7-8 минут, какой-то интенсив. Потом убегаем в тенек, чтобы просто умыться, передохнуть и обтереться льдом. Поэтому это что-то новое. Это новый опыт, потому что такого мы еще не встречали. Али Аргентина и все, что мы до этого видели, это не сравнится здесь. Мы как на Марс прилетели и прячемся от солнца.